Сегодня на канале Урожайный сад и огород своими руками мы будем варить компот. Ставьте лайк, если вы тоже любите этот напиток. Приветствую вас, дорогие друзья! Идёт время заготовок на зиму и начинается яблочный сезон. Разные сорта яблонь созревают в разное время. И сегодня мы приготовим компот из зелёных и, в моём случае, недозрелых яблок. С вишней. Сразу скажу, что можно варить такой компот и из неспелых яблок без вишни, а уж тем более заготавливать его из спелых. В моём случае это был эксперимент, и который удался. И именно поэтому я делюсь им с вами. Мнений в использовании недозрелых яблок для заготовок очень много. Кто-то против, кто-то за. Но что в таких яблоках содержится очень много пектина, железа, различных микроэлементов, и они укрепляют иммунитет, это факт. Некоторые садоводы снимают часть яблок, чтобы облегчить нагрузку с ветвей своих деревьев. Выбрасывать их рука не поднимается. Да и зачем, если можно использовать их в заготовку. Кушать свежими рано. У меня поздний сорт, который созревает в октябре или конце сентября. Я предпочитаю проводить двойную заливку. Банки стандартно стерилизуем 5-7 минут. После чего укладываем в них ягоды вишни. Хорошо себя покажет по вкусовым качествам добавление вместо вишни черноплодная рябина. Далее укладываем сверху яблоки. У них я надрезаю сердцевину и больше для того, чтобы плоды напитались соком. Ведь их потом мы тоже будем кушать. Банку наполняю на глаз. Но кому важен вес, то получается примерно 400-500 грамм вишни и 300-400 грамм яблок. После заливаем банки кипящей водой. Желательно до самого верха. Таким образом мы стерилизуем банку и дополнительно прогреваем содержимое. Нагретую банку держим минут 15. После чего сливаем все обратно в кастрюлю. И уже сейчас добавляем сахар. Из расчета 500 грамм на 3-х литровую банку. Если яблоки спелые и сладкие, сахара можно класть меньше. Грамм 300-400. Вообще это все индивидуально. Кто любит слаще, кладите больше сахара. Кто кислее, меньше. Доводим все до кипения и варим минут 10-15. После чего разливаем опять по банкам и закатываем. Вот наш компот и готов. Хочу отметить, что в компот я использую иногда немного поврежденные ягоды вишни. Именно для меня это не принципиально. Хранятся они нормально в погребе. Через дня 3-4 такой компот можно пить. Но чем больше он будет стоять, тем более насыщенный вкус у него становится. Богатых вам урожаев, дорогие друзья! Ставьте лайк, если видео понравилось. Пишите в комментариях свои рецепты. Возможно, ваш вариант я приготовлю в другой раз. Субтитры сделал DimaTorzok